Привет всем! Привет, друзья! Это Катя и Миша, мы вещаем из Мексики. С Центрального парка Мехико. Да, это парк... Парк возле БС-Арта, с самого сердца Мехико. Парк Идальго. Он большой, но, в принципе... Симпатичный, зелёный, с фонтаном есть. Да, нам нравится. Это отчётное видео после 8 месяцев жизни в Мехико. Да, как вы уже знаете, у нас сезон дождей, поэтому вечером, часов с 8 вечера, и до утра периодически или всю ночь идёт дождь. Вот, поэтому нужно быть к этому готовым. Вот, мы хотим рассказать, что у нас произошло за последний месяц. Допустим, у меня по урокам русского отпала одна группа. Мы закончили, скажем так, период обучающий. Люди ушли на каникулы, хотят отдохнуть немного. И я надеюсь, что со следующего месяца мы начнём, возобновим заново учиться. Мы с моей группой очень сдружились. У нас общение в WhatsApp. У меня осталось на втором уровне 13 человек. Вот, ходят те, которым действительно надо, а не те, которые случайно попали. Поэтому работать с ними классно и заставляет море удовольствия. Постоянно смеёмся и очень классно. Вот, у меня был день рождения, и я принесла тортик. Они случайно узнали об этом. Они тоже принесли торт. Мы пели мне песню на день рождения, специальную, испанскую или мексиканскую, мне кажется. Испано-мексиканскую песню. Традиционную ихнюю. Вот, в общем... Да, в общем, отношения очень классные у нас в группе. Вот, ещё у нас были соревнования по плаванию. Мы продолжаем заниматься в клубе ВАМСЕЙ. ВАМСЕЙ! Вот здесь написано. Верх ногами. Верх ногами. Вот, получается, мы там волонтёрем, продолжаем проводить уроки бесплатно за возможность поплавать в их бассейне. Продолжаем заниматься. И вот в прошлую субботу были соревнования. Об этом есть отдельное видео. Соревнования проходили в другом бассейне, не в нашем, более большом, более кудного формата. Там больше бассейнов, и бассейны больше, и территория больше. И было очень много людей. Я пришёл туда, тоже хотел участвовать. Начинались они с восьми утра и продолжались до четырёх? Да, до пяти часов. До пяти вечера. Людей очень много было. Было очень много людей. Я даже не успел проплыть свои дистанции, потому что мне нужно было идти на уроки, на преподавание. Вот, и проплыла только Катя. Пришлось отдуваться и за Мишу тоже. Да. Вот, поэтому я проплыла четыре дистанции. Пятьдесят кроль, пятьдесят спина, пятьдесят дельфин и стокомплекс. Вот, и получила три медали. Две бронзовых и одна серебряная. Вот, поэтому, ну, они были поделены, все участники были поделены на возрастные группы. И в своей... Медали были поделены. В своей возрастной группе я получила вот такие вот достижения. Да, в общем, отличный результат. Я считаю, как для человека, который не очень много тренируется, два раза в неделю, вот, я считаю, что поддержка физического здоровья, это очень полезно. И я рад, что мы можем себе позволить заниматься даже бесплатно. Да, это хорошая возможность. Также я ищу возможность пойти на танцы. Смотрю варианты там полдэнс, стрипдэнс. Ну, в общем, все так дорого, что просто кошмар. Еще у них есть такая фигня, как инскрипцион. Это запись. Если ты хочешь посещать какой-либо клуб, ты должен платить как членский взнос. Даже несмотря, что это не большой клуб, а просто какой-то маленький дворовой, все равно тебе надо платить это инскрипцион. Причем это плюс-минус равно в месячной плате. Вот, поэтому я начала узнавать. И вот в среднем танцы стоят там 8-10 занятий в месяц, около, ну там, 60-70 долларов. Поэтому, ну, достаточно недешево. И поэтому пока вот выбираю, куда можно ходить. Пока еще не нашла. Да, в общем, услуги в Мексике достаточно дорогие. Да, все услуги дорогие. И достаточно сравнительного качества, если честно. Если сравнивать даже с Украиной, вот с Киевом, там, где мы жили, то разница ощутимая. Да, вот. Еще мы стали путешествовать. За последние два месяца, ну, два с половиной, как мы вернулись с Украины обратно, мы были на вулкане, мы были на рафтинге, и последние выходные мы были в пещерах. Плюс еще бывают какие-то не сильно далекие поездки. Но вот эти три у нас были самые такие крупные. Вот, в пещерах очень понравилось. Ехать, конечно, далековато. Два часа мы потратили на дорогу, плюс раз в десять нам пришлось платить за платную дорогу. Да, в общем, на топливо мы потратили где-то 120 песо, вот, а на дорогу мы потратили еще 500. Ну, в общем, да, то есть дороги по отношению с топливом в три раза там или в четыре больше стоят. Да, в общем, цените даже те дороги, которые у нас есть в Украине и в других странах, если они бесплатные. Потому что просто даже напрягает. Каждые 10 минут ты достаешь кошелек и платишь какие-то деньги. То есть даже морально как-то заплатил бы раз, было бы не так сложно. А так каждые две минуты платить очень неприятно. Вот, поэтому сомнительное, конечно, удовольствие. Дороги не могу сказать, что какие-то супер-классные. Бывают даже однорядные дороги, то есть один ряд в одну сторону, другой в другую, и все равно она платная. Да, но зато была поездка очень удачная. Мы хорошо съездили. Вовремя была хорошая погода, без дождя. Было интересно в самой пещере походить. Она была обустроенная. Ну да, там были везде перила, очень так по-туристически. Свет везде есть. И были река возле пещеры течет, и она прям в пещеру заходит и потом под землю уходит. Очень интересно. Вот поэтому красивые места. Конечно, здесь немногие путешествуют. Вот по опыту наших знакомых, это максимум Канкунг, там Акапулька или еще куда-то. Служми! Пардон! 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 Томпетон! 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 Осторожно! В общем, мы пока тут разговариваем, общаемся с камерой. У нас уже, вон, чувак, хотел тут что-то у нас. Вот. Так что здесь в центре надо быть осторожными, короче. Говорят, потому что центр есть центр. Некоторые наши знакомые, которые живут здесь, они дальше своего дома и кроме как на такси не передвигаются. Да. Ну, мы живем полноценной жизнью. Мы используем все виды транспорта. Метро, метробусы, велосипеды, вот, камеоны. Это, типа, маленькие автобусики, но это самый печальный вид транспорта, как для меня. Вот. Ну, а так, в принципе, перемещаемся нормально. Живем полноценно, посещаем различные заведения. Стараемся, конечно, домой сильно поздно не возвращаться, но, в принципе... Да, последний месяц, или несколько недель мы живем сами. Наша девочка, сожительница, она уехала в Украину. Вот, поэтому... Временно. Да, да, временно она вернется, буквально через несколько дней. Вот, и мы уже будем опять все вместе жить весело. Вот. Что еще произошло? Мы получили на нас двоих документы официальные. Это как ИНН, налоговый номер. Здесь он называется РФСН. Вот. Сегодня, вот, только что мы вышли из здания налоговой, я получил электронную подпись. И я теперь смогу сдавать отчетность, если мне понадобится, дистанционно. То есть, по интернету. Что еще? Да. Ну, в принципе, вот так проходит наша жизнь. Работаем, тренируемся, плаваем, соревнуемся. Вот. Тихонько все идет. И постараемся путешествовать по возможностям, когда есть время, добираемся за город, в город и ездим. Так что, ребята, путешествуйте, пока есть возможность, деньги и желания. До встречи в Мексике. Увидимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok